Татарстан Тать минуты в Приволжском районном суде Казани начинается рассмотрение по существу дела бывших сотрудников отдела полиции Дальней. Пред смертью он записал видео, в котором рассказал, как его жестоко пытали в местном отделении ОВД. Здравствуйте, глубоко уважаемые наши правоохранительные органы. Вроде бы в Конституции написано, что если ты даже подозреваемый, если ты в натуре виновный, у тебя давление никакого не должно охариваться. 10 апреля 2017 года, около 19.30. Замначальник по борьбе с организованной преступностью и еще четверо его сотрудников предположительно начали душить, надевая полиэтиленовый пакет на голову казанца Сергея Григорьева, пока он не стал грызть пакет зубами. Затем якобы пытали током. К ногам и ягодицам прикладывали железные клеммы и гоняли ток по его телу с помощью самодельной машинки. Так опишет в своем первом заявлении в Следственный комитет России по Татарстану слова своего брата Сергея Григорьева Надежда Шакирова. Она создатель Ассоциации незаконно осужденных Татарстана. Шакирова стала тем человеком, который собрал десятки историй из несвязанных друг с другом уголовных дел, где обвиняемые и осужденные рассказывают о возможных пытках, давлении и фальсификациях со стороны от дела по борьбе с организованной преступностью в Татарстане, сокращенно УБОП РТ. Большинство предполагаемых пыток, по их словам, проходили в кабинете 319, здания УБОПа Карла Фукса 3А, это в Казани. Ток, удушение пакетом, избиение, угрозы свидетелям и их семьям – все это проходит красной нитью в сотнях жалоб и выступлении в судах за последние 10 лет. Все обвиняемые и осужденные называют одни и те же фамилии оперативников и следователей. В 2012 году Татарстан прогремел на всю страну. В отделе полиции дальней в Казани сотрудники пытали мужчину-бутылкой из-под шампанского так, что он умер. Тогда республиканские власти и верхушка правоохранителя, как один, говорили, что с такими ситуациями нужно бороться и не допустить подобного впредь. Потом были отчеты, выступления на пресс-конференциях с Величественным «Мы закончили, такого больше на земле Татарстана не случится». Глава МВД ПРТ Асгад Сафаров ушел в отставку, но возглавил аппарат президента республики. В 2017 году Татарстан с пытками со стороны сотрудников вновь оказался в федеральной повестке. 22-летний Ильна Спиркин перед тем, как покончить с собой, записал три видео, где попросил прощения за свои решения и рассказал, что в прошедшие сутки трое полицейских пытали его, заставляя сознаться в 42 кражах из автомобилей. Это произошло в Нижнекамске. Дальнего больше нет. Все кончилось. Мы с этим боремся постоянно. Что бы там ни говорили про Нижнекамск, в ситуации в Нижнекамске разбираются следственные органы. Наша позиция принципиальная и непримиримая по вопросам всякого даже потенциального насилия. Говорить по Нижнекамску «да» или «нет» пока рано. Будет «да» – будут жесткие меры. «Нет» – значит, обвинения с этих оперативников будут сняты. Так высказался в 2017 году нынешний глава МВД по Татарстану Артем Хохорин на открытии нового здания отдела полиции Софиулина. Софиулина – это новое название отдела полиции «Дальний». Прошло уже четыре года с тех событий в Нижнекамске. Случилось ли «да» или «нет»? Еще в 2020 году полицейских по делу о пытках и суициде Ильназа Пиркина приговорили к 40 годам колонии. А уже летом 2021 года суд в апелляции отменил приговор всем правоохранителям, отправив дело на новое рассмотрение. В 2019 году у правозащитников из зоны права оказалась официальная статистика преступлений, в совершении которых подозревали сотрудники полиции в Татарстане. Отметим, что зона права признана на территории России иностранным агентом. В 2017 году 24 уголовных дела на сотрудников за пытки и причинение гибели. В 2018-м – 33 таких же дела. И это в республике, которая 7 лет назад ассоциировалась за ее пределами с Дальним и смертью Павла Дроздова, которого, чтобы успокоить, это цитата, четверо оперативников и один участковый связали в позе «Ласточка». Через 15 минут он умер. В историях, которые мы рассказываем, никто никогда до конца не сможет узнать правду. Она известна только оперативникам, обвиняемым и осужденным. Кто-то из них может недоговаривать, ошибаться или откровенно врать. Но мы можем предоставить власти и силовикам возможность сказать свое слово и задать им вопросы. Сколько еще Ильназов-Пиркиных должны покончить с собой и сколько дальних случится, чтобы они стали по-настоящему обращать внимание на сообщения о пытках и проводить расследования? Почему отделом по борьбе с оргпреступностью в Татарстане управлял человек, женатый на дочери криминального авторитета, борьба с которой, цитата, особая часть истории работы МВД? Почему его самого осудили по делу о мошенничестве? Сколько нужно писать жалоб и получать отказов с отписками, чтобы следователи возбудили дело о пытках? Сколько раз нужно повторить дальнего «больше нет», чтобы его действительно не стало? Считать правдой или ложью слова людей, которые говорили с нами много месяцев на протяжении 18-21 годов и рассказывали о действиях оперативников, следователей и судей – исключительно ваше право. Вы, как и мы, можете только задать вопрос, вопрос, на который никто не может дать ответ. Дальнего больше нет? Вы слушаете подкаст издания «Идель Реали» «Комната 319». Это аудиоверсия проекта, который команда издания готовила несколько последних лет. В ней семь отдельных историй о возможных пытках, фальсификациях и других преступлениях, в которых обвиняют сотрудников УБОП Татарстана осужденные, обвиняемые и их родственники. Полные версии материалов на сайте «Идель Реали». Субтитры создавал DimaTorzok